Так, звонить ко мне можно только, спрашиваясь, один раз в неделю. Я очень и очень занятый. Да, я первый раз только в неделю звоню. Ну, говори. Так, у меня такой вопрос. Я хотел бы спросить по важному делу. У меня проблема с родителями, с ближними. Они препятствуют пощечению храмов, держанию постов. У меня, получается, крещение уже будет. Там по-любому будут выставать, как-то препятствовать будут. У меня постоянные ссоры по поводу веры, какие-то полностью препятствуют верить. Прямо подавляют. Как поступить, если заповедь, злословящая свою мать, смерть сюда умрет? Ну, у меня вот не получается, как бы у меня постоянно ссоры, какие-то к ней разногласия. Постоянно с ближними ругаемся с родителями. Там бывает, что, ну, и до драки чуть не доходит дело. Как вот наводятся отношения? Вот если ты верующие, а вот они неверующие. И на этом постоянно ссоры. В первую очередь даже возьмем родители. У тебя какие претензии к ним? Ну, вот и то, что касаемо претензий, то, что они как бы верить запрещают, мешают полностью. Они говорят, не мешают, но препятствуют. Там посты как-то вот специально пытаются заставить. Ну, как может посты мешать родителям-то? Ты мясное не ешь. Себя отдельно... Я думаю, это не нравится, что никто не ел. Они говорят, что тебе вредит то, что ты мясо не ешь. Я вообще мясо не ем. Не надо. Своим животом я распоряжусь сам. И обними его за то, что на тебя так заботится. Скажи, я избираю такой путь, и мне нравится. Есть такие нации, где вообще не едят никаких мясных продуктов, ничего нет. И они здоровее нас. А которые на одном мясе живут, он северный народ. И у них 46 лет уже старик считается. Теперь слово «проблема» я нигде не употребляю. Я его выбросил. «Нерешённый вопрос» называется. «Нерешённый вопрос», да, вот. «Нерешённый вопрос». Вот он решается. Просто подойди, там, обними отца, мать, поблагодари их. Так о тебе заботятся. Ну, скажи, у нас постные дни, и сейчас будет рождественский пост. Мне нельзя есть. Я не буду. И скажи, я нисколько... Ну, побольше там, пускай у тебя картошки будут, морковки. Что у вас есть? Покажи, что ты в самом деле такой. Я вот мясо не ем, и мне нужды нету. Так, а вот, когда вот в храм прямо, они препятствуют в храм ходить? Нет, нет, не пойдёт. Тут не пойдёт, скажи. Если родители препятствуют, и какая-то ставит условия, какие-то, я избираю Бога. И написано, кто любит отца или мать больше, чем меня, Христот говорит, не достоин меня. Кто не возненавидит отца и мать, даже возненавидеть можешь. Если они скажут, ты не верь в Бога, Христовы слова, я скажу, должен их выполнить. И поэтому у тебя... Ну, они говорят, мне мать лично сказала, мать мне сказала. Ну, это... У тебя должен быть запасной ход. То есть ты должен знать, где остановиться на ночь, не на вокзале. У тебя друзья-то есть какие-то? Кто бы приняли тебя? Ну, Михаил только, если только брат. Ну, а что, с Михаилом поговори, где они, какой-нибудь уголок комнатушки. Если только выгонят, тебя бросят. Ну, нож она может сейчас с матерью держать. Она скажет, да я просто картошку чистил, он подвернулся, я задела нечаянно. Может, мать так сказать. Я знаю, это всё в жизни. Не ставь, ты больше молись об этом. Молись, давай рано, не бегай, где попало. Чтоб тебя не видели, что ты серьёзный мужчина, растёшь. Мне брат Вячеслав говорил, что если они препятствуют, я должен смириться. Конечно. В чем? Если говорят, не верь в Бога, не ходи в храмы, надо смиряться? Нет, имеется в виду, что подчинись. Ну, в храмы, если вот ультиматум ставят, я не знаю, правильно это или нет, но нужно подчиниться. Герои, что не ходить в храмы. Они говорят, не ходи, и тебе надо подчиниться. Я так и не понял, про что это творится. Ну, они вам препятствуют ходить в храм. А кто-то вам сказал, что ну и подчинись родителям, не ходи в храм. Этого нельзя делать. Никак. Вот там у двоислового Григория мать как запрещала, а он ходил. Ему ангел явился матери и сказал, ещё только тронешь, я тебе голову отрублю. И всё. А ты ходи. Ходи и молись за родителей. Но почтение такое же должно быть. Почтения тут никакого нету, когда они превышают свои полномочия. А они не знают, что им Бог дал жизнь. Они тебе препятствуют. Кто любит отца или мать, больше, чем меня, не достоин меня. Вот и всё на этом. Кто не возненавидит. Кто ангел от Патфея, глава 10, стих 36-37. Кто не вы знаете. Ну всё определённо и чётко ясно говорится. Если они не препятствуют тебе верить в Бога, живи, благодари, помогай, слушайся. Можно спросить, а возненавидеть в каком смысле? А в том смысле то, что они... Отдалиться от них? Конечно. Если они препятствуют тебе и угрожают тебе, да. Тут даже вопросов никаких не может быть. Святые всегда так и делали. Из дома уходили, когда их гнали. Я понял вас. Всё хорошо. Но это любовь Христа. Она превышает всё. Он нам это даёт. Найди эти места в Писании, где Господь говорит, возненавидь отца и мать. Возненавидь. Не просто уйди, а возненавидь. Ну да. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Ну, считай. Так, сейчас, секунду, 10 глава. Так, 10, даже помню. Сказал секунду, а уже проходит минута. Никогда не говори секунду. За ксиду гунду ты ничего не сделаешь. Не думайте, что я пришёл принести мир на землю. Не пришёл я принести мир на меч. Ибо я пришёл разделить человека с отцом его. И дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку домашний его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. Ну, вот и всё понятно. Недостоин. Напрасно ты веришь. Веры никакой нету. Препятствует, значит, всё. Разделение. Они избрали путь этот. А твой путь быть со Христом. Нигде не поколебаться. А кто поколеблется, не благовлик тому душа моя, говорит Господь. Надо быть твёрдым, щётким. Ты быстро не торопись говорить-то. Вдумчиво говори. Речь твоя должна быть более степенная. Не спеши. Следи за каждым словом. Не оскорби родителей. Никак. А поговорить это можно. Призови их сюда, чтобы они с тобой были. Мы поговорим с ними? А их, знаете, их, во-первых, дома нет. Во-вторых, я так уже раньше делал. Не спеши. Не спеши. Слово за словом. Говори более медленно. А родителей дома пока нету? Ну, нету. Будут. Когда будут, им скажи. Скажи, давайте позвоним. Поговорим с человеком. Ну, просто они там вот такое уже было. И они там кричали сектанты, в секте. Я просто в другой группе состоял. Там один предложил поговорить с ними. Я позвал вот сюда на боку. Там мать матом кричала. Долазь. Тут все разбивала. Душила меня. Там вообще страшная ситуация. Они потом вас назовут сектантом, еретиком. И пойдут в полицию заявление писать. Так, понимаешь. Ты торопишься говорить. Не спеши. Возьми правила. Медленно говори. Моя мама сказала так. Ведь когда читаешь, тоже считай более медленно. Ты так говоришь, как будто бы чем-то недовольный. Радуйся. Господь любит тебя. Он дал веру тебе. Это чудо Божие. Дар Божий небо. Храни эту веру в себе. Я понял. Все. Ну, на этом все. Давай с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...